Всем привет! С вами снова Ольга Чернова. И сегодня по-прежнему 27 апреля. Я утром уже заходила в эту теплицу. Было 7 утра, сейчас вот 8 вечера. Я здесь почти все досадила. И хочу с вами поговорить о сортах, которые я высаживала. Многие просят назвать сорта, которые у меня высажены в теплице. И заодно хочу сказать вам, Вот многих может удивить, почему я высаживаю такую разную рассаду. У меня же много хорошей, толстой рассады, которая выглядит прекрасно. Почему я высаживаю не только вот такие, ну как, короче, разномастные почему рассады. Есть вот большая, хорошая, есть такая средненькая, а есть совсем маленькая-маленькая, которую, казалось бы, и высаживать не стоит. Но у меня она сидит наравне со всеми в теплице. Я сейчас объясню, почему. У меня в прошлом году было высажено по-другому. Были мои сорта, которые проверенные, много лет садила. И я садила их по 10, по 20, вот так целыми рядами. 20 одних, 20 других, 20 третьих. И они очень красиво смотрелись, потому что они, во-первых, одинаковые высоты, так, стройными рядами, плоды все одинаковой формы. Например, одна группа, потом другая, третья. Нынче у меня будет тут такая разношерстная публика, всякая-всякая разная, потому что я решила увеличить, расширить свой ассортимент. Количество сортов увеличила намного. И нынче у меня в теплице, кто только не растет. Я вот уже посадила. Загадка природы, чудо земли, Ботяня, Атлант, Румяна, Сибирский изобильный, Пузатта, Хата, потом Казанова, Алтайский силач, Советский, Мила, Загадка долины роз, Вечный зов, Любимый праздник, Алтайский сюрприз, потом этот вот, еще даже не записано, вот этот хлебосольный розовый, дальше там Петруша, Сибирская тройка, Алтайский, Русские колокола, Госпожа Удача, Королевский, Настенька, Демидов, будет еще Голубые ели, и еще один ряд не посажен. Как видите, вот у меня, все-все-все, все по-разному. Естественно, половина семян магазинных, не вся рассада с них получается очень хорошая. Вот эти вот, вот которые Госпожа Удача, жирненькая, вот это, вот это мои, вот это вот моя рассада, вот эти вот вообще, ну у меня, короче, здесь нынче, я решила так, какие будут, хоть худые, хоть больные, хоть тощие, для разведения сортов я буду высаживать рассаду, любого качества, вот там я показывала, высаживала штраух, это вообще вот с того лотка, где были белые ниточки, которую при нормальных условиях нужно было бы выбросить, тогда, когда я ее забыла и упустила, но я ее выхаживала, вырастила, они вот с такими стеблей, крючками, крючковатые, гнутые, высаживаю все, только для того, чтобы развести сорт, собрать семена, и потом уже на будущий год отсортировать самые хорошие, высаживать буду, на будущий год высевать со своих семян хорошие сорта, а которые мне не понравятся, я буду их удалять. Конечно, летом это очень неудобно, потому что я обычно, говорю, сажу группами, а тут вот у меня эта лунка один сорт, эта лунка совсем другой сорт, эта лунка третий сорт, и очень сложно, потому что все надо смотреть, не перепутать, вот их тут сто с лишним, это значит 50 или 40 сортов, это будет очень сложно, но я постараюсь летом показать вам зато каждый сорт и посмотреть. Я в этом году решила высадить в теплицу даже те сорта, которые написаны для открытого грунта. Хочу испытать все-таки те сорта, которые для открытого грунта ухудшаются, качество плодов, там, например, урожайность, если их посадить, в теплицу, есть вот, например, два сорта, которые написаны для открытого грунта, там вот, по-моему, розовый титан, он крупноплодный, низкорослый, я хочу приспособить его выращивать в теплице, вот в те ряды, где у меня коротышки, посадила его туда. Все, что буду летом выращивать и как будут вести себя эти сорта, я постараюсь видеообзор каждого сорта снять. Все, до свидания, сейчас буду накрывать покрывальца, сейчас встану, подождите, нынче опять буду все их сейчас покрывать, потому что ночь будет холодная, 3 или 4 градуса, я смотрела, вот пока что так высаживаю, осталось совсем немного, вот сейчас досажу последние лунки, закрою эту теплицу и все, пусть они растут. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok